Примерно 250 лет все в Америке соглашались с тем, что сексуализация детей худшее преступление, которое только можно совершить. Расстрители малолетних страдают даже в тюрьме, даже преступники не любят педофилов. Затем нежданно-негаданно, возможно, как реакция против Трампа, кто знает, историки разберутся. Сексуализация детей стала обязательной для левых. Надо сексуализировать детей, таков закон, а налогоплательщики пусть платят за это. И так по всему Западу, особенно здесь, в США, а также в Канаде. И часто, по какой-то причине, это происходит в школьных библиотеках. Нокс Зейджик, 11-летний житель штата Мэйн. Он в шестом классе. Он выступил на собрании школьного совета, где зачитал отрывок из книги Ник и Чарли. Он взял ее в библиотеке своей школы. Смотрите. Я шестиклассник. Я был в библиотеке, и на стенде была эта книга. Хотел бы зачитать страницу, а по моей спине и бедрам. Я спросил, может нам раздеться, и он сказал «да», прежде чем я закончил предложение. Он стаскивает с меня футболку и смеется, когда я не могу расстегнуть пуговицы его рубашки. Растегивает мой ремень. Я лезу в ящик тумбочки за презервативом. Мы снова целуемся. Валимся на кровать. Очевидно, к чему все идет. Может, потому что мы в этот момент особо эмоциональны, или просто устали. А может, последние пару недель были слишком напряженными, но это очень напоминает мне, как у нас впервые был секс. Мы оба были чертовски напуганы, и получилось все довольно плохо, потому что мы не знали, что делаем. Но нам было хорошо. Так хорошо. Он совсем ребенок. Но библиотекаря это не смутило. Она спросила, не хочет ли Нокса знакомиться с графическим романом по этой книге, версией с картинками. Нокс Эйджек и его отец Адам присоединяются к нам сейчас. Нокс, Адам, большое спасибо, что пришли. Позвольте похвалить вас за храбрость. Нокс, вопрос к тебе. Что ты подумал, когда библиотекарь спросила, не хочешь ли ты посмотреть иллюстрированную версию этой книги? Единственное, что я тогда подумал, мне было так неуютно, и я был просто рассержен. Не знаю. Я просто не мог в это поверить. Да. Дети знают, когда происходит что-то нездоровое, это сразу чувствуется. Адам, родители тоже знают, но очень многие из них боятся что-либо сказать, потому что это не модно, они не хотят быть такими стрёмными родителями. Почему ты решил привлечь к этому внимание общественности? Это просто нужно было сделать. Я слышал о другой книге, которая была в старшей школе, и попросил своего сына взять ее. Тогда я даже не думал о младшем сыне в средней школе, и когда я взял в руки ту, что была в старшей школе, мне стало не по себе, мягко говоря, от того, что там было. И просто очень, очень сильно разочаровывает, когда узнаешь, как система образования подводит наших детей. Да. Как соседи и другие родители в вашем городе отреагировали, когда вы пролили свет на это? Знаешь, во-первых, многие просто понятия не имели, что у нас такое происходит. Ага. Но теперь, когда они сами увидели это, и видеть, как 11-летний мальчик говорит об этом на собрании школьного совета, действительно вывело на первый план, и заставило задуматься родителей по всей стране. И просто поражает вся та поддержка, что мы получили от городского сообщества, а теперь и со всей страны. И я получаю личные сообщения от сотен людей каждый день, просто со словами «спасибо, что говорите об этом». И их беспокоит культура отмены. Их отменяют, или их отчитывают начальники, или они теряют свой бизнес. И это того не стоит, они боятся высказываться. Да, они боятся, но не вы двое. Я ценю вашу смелость. Нокс, для 11-летнего ты невероятно самостоятельный, очень впечатляет. Благодарю вас обоих. Спасибо. Спасибо тебе, Такер, мы очень рады, что ты нас пригласил. Я тоже. Спасибо.